Всем большой привет! И в этом видео я хочу с вами поговорить о таком вопросе Что же выбрать? Трикотажную пряжу в мотке или в ролике? Думаю, эта тема будет особенно актуальна для начинающих вязальщиц Разговаривать мы с вами сегодня будем конкретно о трикотажной пряжи Бисквит Это 100% турецкий хлопок Смотрите, каждый ролик или моточек приходит в индивидуальной упаковке с логотипом Что очень удобно Вы можете быть уверены, что в пути при транспортировке с вашими моточками ничего не случится Они придут чистые в целости и сохранности И сначала давайте поговорим о трикотажной пряже в мотках Вот так выглядит моточек Он очень аккуратный и красиво смотан Ниточку можно вытаскивать как изнутри клубка мотка, так и снаружи Весь такой моточек 350-400 грамм в среднем Длина нити у него 100-110 метров Моток мотается и вытягивается из ролика на специальном оборудовании Благодаря чему идет одинаковое натяжение и ширина по всей длине И поэтому моточек получается вот такой идеальной формы Трикотажная пряжа бисквита нарезана вдоль Поэтому при вытягивании нити с лицевой стороны у нее идет лицевая гладь Теперь давайте поговорим о ролике Очень часто трикотажная пряжа в роликах сыпется, обсыпается по краям Вот я достала ролик На нем абсолютно нет никаких ворсинок Никакой пыли Есть только вот такие небольшие включения Это от вот этого кольца, на которое намотана сама пряжа Ширина ролика 3 см Длина нити в среднем 85 метров И весит примерно так же, как и моток 350-400 грамм Давайте откроем и покажу вам ниточку поближе Вот так выглядит нитка в ролике По сути ролик это получается полуфабрикат Из которого потом получаются мотки На специальном оборудовании ниточка вытягивается И получается то, что мы потом с вами видим в моточке Все, что вам нужно сделать, если вы приобретаете ролик Это просто самостоятельно периодически натягивать нить И вязать из нее Получается то же самое, что и в моточке Как я уже и сказала Средняя длина нити 85 метров идет И как раз после вытягивания Примерно 100-110 метров и получается Как и в мотке Ниточка не обсыпается Все выглядит очень аккуратно Просто вам нужно прикладывать небольшие усилия Для того, чтобы нить скручивалась Итак, что же все-таки выбрать Различие мотка и ролика Во-первых, в цене Ролик идет подешевле Как раз за счет того, что это продукт не окончательный Не итоговый Здесь вам нужно будет приложить еще собственные усилия Поэтому, если вы не хотите заморачиваться И натягивать нить То вам, конечно, выгоднее приобрести моточек Это уже готовый вариант для вас Если вы только начинаете вязать И вам нужно следить за техникой За тем, как и что вы вяжете И не думать о ните То это вариант для вас Ролик подойдет как для опытных вязальщиц Так и для начинающих Просто нужно приложить чуть больше усилий Также ролик еще выгоден тем, что Если вы занимаетесь рукоделием на продажу Плюс его, конечно, в цене Если вы заказываете большое количество трикотажной пряжи Для вас это будет выгоднее Качество у ролика и мотка абсолютно одинаковое Они делаются из одного и того же трикотажного полотна Поэтому смотрите сами Выбирайте, что для вас будет лучше И вяжите в удовольствие Если обзор для вас был полезен Ставьте пальчики вверх Подписывайтесь на канал Мне будет очень приятно И до встречи в новых видео Пока-пока